Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Добро снова пожаловать на мой канал. Извиняюсь за мой голос, на работе простудился, так что мое следующее видео, наверное, будет своего рода на самом деле пародия, не пародия, а копия подвальных советских видео, где было Paramount Peter представляет. Ну, сейчас не об этом, сейчас я вам сразу скажу, что летом будет очень мало видео выходить, поэтому постараюсь на этой неделе все побольше перевести контента, потому что с 25 недели у меня я уже буду жить на работе, в прямом и переносном смысле слова, до сентября месяца, потому что умирать буду на работе. Уже, в принципе, начался сезон уже как два месяца или три месяца, дают, но в 25 неделе будет все труба. Будем все жить на работе. Сейчас я покажу новую вещь, что я испытываю на работе. Это с перчатками связано. У нас идет большой поток перчаток используется, они протираются для холода. Раньше использовали вот такие вот перчатки. Очень хорошие были, не знаю, почему прекратила их выпускать фирма, кто их изготавливает. Тут такая штука. Тут все теплое, было хорошее. Но проблема в том, что время работы вот эта штука, это по пальце, так сказать, боевая сторона часто протиралась. И особенно на фалангах, а потом, говорит, полчаса дырка, холод и пальцы замерзали. Потом нам заказали другие перчатки легкие, но изготовитель вообще не блещет умом. Почему? Потому что. В общем, вот такую фигню нам заказали. Перчатки легкие, но вот эта вот сторона, видите, обратная. Она капитальная. Она жесткая и хорошая имеет сцепку. Но сторона, которая должна использоваться, вот такая тоненькая фигня, вот такой штучкой с лотком, зашитой ниткой с Алиэкспресс, самой тонкой. В общем, расход идет бешеный. Те сколько стоили, я точно не знаю, по-моему, 18 евро пара, что такое без налогов. Эти, наверное, стоят 6-7, но ульской расход. В общем, начали все жаловаться. Эти перчатки были использованы на одной работе, там на одной работе какой-то деревней. В общем, сказали, все, они подходят. У нас начали бастовать. И что началось? Я уже месяц их испытываю. Испытываю вот эти перчатки, но в другой форме. На старом образце, как я вам показал. Но я вырезал, отрезал пальцы и надел их на пальцы, ну, на перчатку старую модели, но обратной стороной. И вот изготовители, когда вы изготавливаете продукт, ну, немножко подумайте, пожалуйста. Теперь сравните, как приходит в негодность ваша тоненькая обратная сторона, которая используется в бою. Она просто распадается, разлагается на части, а обратная сторона, очень хорошая охватка, контакт, и она не протирается. Уже месяц идет. Сейчас у меня на фирме, я должен испытать в таком варианте, я должен проработать сейчас весь сезон, потому что это максимальная работа. И если в течение двух месяцев, получше из трех, никакого урона не будет принесено обратной стороне, надо будет нашей фирме уже будет заказывать у этого поставщика, где ему заплатят сверху, перчатки, только чтобы ткань, которую они использовали, перевернули наоборот. Я думаю, за 10 тысяч пар и по 10 евро, на 100 тысяч евро, производитель начнет немножко думать и будет изготавливать нормальные вещи. Обратите внимание, сторона, которую производитель поставил для использования, в боевой части, она разложилась. В течение того же времени, как я использовал обратную сторону, в других пальцах, и нет никакого повреждения, ни одной дырочки нету, ничего нету. Я просто, если вдруг какой-то смотрит там, производитель перчаток, который понимает русский язык, вы там сидите на компьютере, что-то рисуете, подсчитываете, какой там износ. Просто в боевой обстановке, пожалуйста, испытайте какую-нибудь там ткань, перчатку и потом ее выпускайте. Понимаете, у вас будут и клиенты постоянно, они будут убегать к конкурентам, да и качество у вас будет. Но вот это вот, это вообще не качество. Это месяц проработал, все, вы представляете, на минус 25, на минус 40 работаешь, у вас там перчатки летят вот так вот. Да, вы хорошую сделали изоляцию внутри, она легче, чем у этого, у Ростенга, но немножко надо иногда думать. Так что, вот так вот. Это у меня очередное испытание. Это мне не очень-то мешает работать в такой ситуации. Это я первый раз буду подставлять фирму на круглую сумму. Если у нас все нормально будет, то у нас будет большая экономия в перчатках, потому что у нас обычно в перчатке хватает одна перчатка, ну максимум на два месяца. Максимум. Ну сейчас летом уже все, это уже будет месяц и мусорка, уже дырки будут, уже холод будут. А вот эта вот фирма, она даже выпускает перчатки для полиции, знаете, для интервенций, там подобные, там кевларовые. Что они их перестали выпускать, не знаю. Но, должен сказать, что вот эта сторона вот на этой перчатке, она во много раз слабее, чем обратная сторона вот этой вот перчатки. Потому что здесь износа практически ноль. Не практически ноль, кроме оригинала, повторюсь, стороны, которая должна отскочиться. Ладно, спасибо за видео, за просмотр, я уже совсем поехал. Я думаю, сегодня ночью я переведу еще одно видео, уже про гнездо азиатского шершня Етеновской, которое он ликвидировал пару дней назад. И на этой неделе я постараюсь максимум загрузить переводов, как получится, завтра, можно даже еще сделать кончик, завтра. А потом, к сожалению, вы уже будете ждать немножко, потому что работа страшная, и бывает иногда мысли, что устроиться на работе. Или коллективное самоубийство покончить. Ладно, всего хорошего, не хворайте, и надеюсь, все будет хорошо. Вы понимаете, о чем я говорю, чтобы наступил мир, чтобы все это закончилось. Давайте, счастливо.